Крики А вот и приветик всем. Пришлось мне сегодня опять открывать шампанское. Сегодня 7 января, Рождество. Хочу всех еще раз поздравить с Рождеством, пожелать мира, счастья, безграничного здоровья. Ну и чтобы вот любые ваши мечты, даже самые фантастические и волшебные, всегда осуществлялись. Девчонки, я сопьюсь. Честно, я сопьюсь. Я к вашу второй день подряд. Это блюд, который мы попробовали. Ну, ничего такой тоже. Прикольный. Ну, как-то не очень он газированный. Как-то газиков мало. Это кава, кава. Я сегодня, видите, елочку нарядила. И думаю, давайте сегодня... Это у нас с утра все действие происходит. Время начало одиннадцатого. Короче, я уже пью. Девочки, наливайте. Ну, я считаю, что сейчас мы выйдем все из длительного запоя. И потом... Так, здесь у меня вот эта косичка, которая осталась со вчерашнего дня сегодня на закуску у меня. Боже, она какая вкусная. Сейчас мы выйдем из длительного запоя. Сегодня последний день праздников. В конце концов, в Испании тоже. Ну, вчера был праздник. Трех королей там. Сегодня последний нерабочий день. Ну, в воскресенье. Завтра всем на работу. Я знаю, что в России восьмого числа на работу, да? Ну, ладно, я ориентируюсь здесь. Здесь, думаю, все. Все, кто за меня переживал. Я самые вкусняшки отковыриваю, которые здесь прилипают орешки. И вы отковыриваете таким. Самые сахарные такие. В России восьмого числа на работу, но у нас... Завтра, по завтрашнему... По завтрашнему календарю, по местному календарю я живу. Поэтому... Все свои планы. Я начну осуществлять с завтрашнего дня, пока был расслаблен. Ну, а что там? Я же слабо не там. Пока был расслаблен. За эти дни успел я тоже определиться, то есть у меня же все металл. Может так, может так. То есть у меня было несколько планов. А, Б, С, Д там. Ну, я наконец-то выбрал один. Думаю, сейчас если... Это знаете, как говорят... Ну, сейчас если я буду во всех сторонах там сейчас распыляться, в итоге на черта не получится. Как говорят, с двумя зайцами погонишься, а тобой по морде получишь. Поэтому я вот думаю... я себя определил. Путь самурая. И я по нему пойду. Только, пожалуйста, не спрашивайте подробности. Вы все увидите. Ну, просто сейчас что вы рассказывали. Сейчас расскажешь, а потом что-нибудь не так пойдет. Блин, какая-то штука вкусная. Лучше тортиков. Вот. Он хватит уже балбесничий. Он взялся за работу прекратить все свои метания. Какие душе. Знаете, девчонки, мне кажется, вот эти душевные метали, да, они еще никому в жизни не помогают. Ну, серьезно. Как-то чего хочу, не знаю. Чего знаю, не хочу. А он так вот туда-сюда. Мне кажется, добиваются цели. Вот кто четко себе делает какую-то установку, к ней идет к этой цели. Да? Да. Потом главное ведь не бояться проиграть, если что. Ну, как сказать, не настраивать себя на это. Ну, и не бояться. Планы всегда можно скорректировать. Если что. Если что, можно сделать вид, что это и был твой дурасли план. Какой сигнал. Опять же, вот кто победитель, да? По жизни. По жизни победитель. А не кто-то такой есть. Костян. Ты почему... Костян, ты постоянно бухаешь? Нет. Я бухаю только когда выигрываю. Ну, ты бухаешь каждый день. Ну, потому что я по жизни победитель. Что говорила-то? Все, от кого-то мошку снесло. Спала я сегодня плохо. Вот все. Ну, я как диктор телевидения. Вот вам как хотели красивую картинку? Ну, как она красивая? Относительно, да? Как диктор телевидения вещать. Ну, не получится так, девчонки. Ну, канал-то в этот... Такой же о жизни. Из непостроенных кадров, так сказать. Не... Не выстраивается антураж. Вот он как есть, так и снимается. Это сейчас-то я, конечно, да, приготовила. С лампу нормальную, наконец-то, включила. И овощу поставила. Села тут красиво. И вещаю. Вот так, кстати, хуже всего получается вещать, когда вот... Парапланы. Не надо бояться падать. То есть, если ты даже споткнешься, упадешь в реализации своей мечты, то ничего страшного не... А вот, знаете, еще говорят... Вот у моей головы много таких, знаете, умных. Вы сказали, что не важно, сколько раз ты упал. Важно, сколько раз ты поднялся. Потому что вот победители, они всегда поднимаются ровно на один раз больше, чем остальные. Вот поэтому они и победители. Потому что они смогли подняться на один раз больше. Я считаю, что мы победители. Я считаю, что я победитель. Да поднимусь, я поднимусь. Я часто не сильно упал. Про вопросы... А, еще не хороший вопрос был. Не вопрос, а как бы комментарий на Ютубе. Что, типа, было видео, помните, где я говорил, сиделка мяса не положена? Ну, типа, я так прикололась там же всех. Все кричали мне там, сиделка, сиделка, вот это вот так. Ну, я прикололся, решил, что сиделка мяса не положена. На мукбанге удовлетворил. Там что-то мясо-мясо было в тарелке. А у меня не помню, что даже было. Надо найти видео посмотреть. Комендарий такой, что, типа, проектируйте слова, ну, на... В жизни, что они воплощаются. Ну, да, это как раз вот то же самое. О чем мы говорили. Что я говорил все время, что мечтать надо правильно, думать надо правильно, да? Как вот я говорил, беда с девкой. Вот это вот. Ну, то есть, со мной. Ну, там, беда со мной. Вот так. Правильно нельзя так говорить. То есть, сам себя настраиваешь на это. Вот то же самое, что сиделки. Мясо там это. Не, ну, если насчет мяса пояснить. Я просто мясо не очень люблю. Не, как сказать. Я его люблю в колбасно-прокрученном варианте. Вот так. Ну, как сказать, с мясом я. Если мясо кусковое, я ем только, ну, грудинку куриную. Эту, печёвку, как сказать, филе. Я не люблю кусковое мясо. Вообще, мне проще с этим без мяса, там, допустим, макарошки с салатиком, чем с куском, допустим, какими-то говенями. Говенями вообще не люблю. О. Ну, так, я не мясоед. Колбасаед, да. Не мясоед. Ну, так вот, что там, да, присиделку, то, что может быть накручена, да, ситуация, так сказать, не спровоцирована, спрыгнула. Знаете, ещё такой момент, когда вот говорят тебе, когда сейчас человеку долго говоришь, что он свинья, он в конце концов захрюкает. То есть, и вот это, вы знаете, я терпела, терпела, терпела. Ну, то, что вот это вот всё мне говорят. Ну, то, что ты терпела, так как бы внимания не обращаешь, не обращаешь, но оно же всё равно вылезает. Как ну, не обращать-то внимания сильно. Ну, и в конце концов, да, пришлось вот так вот приколоться, что это... Сиделка. Ну, а в самом деле, знаете, это же никому... Даже если я сейчас вот из-под себя выпрыгну и начну объяснять, что это не так, во-первых, зачем, во-вторых, кому, во-третьих, всё равно ничего, я объясню, что человек, если есть что-то в голове, вот он всё придумал, ну, так и будет, это... Ладно, пускай думает. Когда вы какое-нибудь кино по телевизору смотрите, я не знаю, какой-нибудь людору смотрит кино по телевизору, придумки, я думаю, сейчас ненормальный человек, а нормальный человек ждёт развития событий, да, то есть он все адекватно воспринимает, что там есть что-то такое, что сейчас мы... не надо строить там предположения, догадки, всё. А какой-нибудь неадекватный он сидит и начинает там, а, не, вот так, а если пошёл не так, как он придумал, он потом говорит, фильм говно. Ну, это, в принципе, такая же вот штука. Как мне вкусно. Ну, и всё, действительно, не буду больше. Опять вас задерживаю. Пойду. Смотрите, как ёлочка красиво горит, да? Моя. Моя ёлочка. Да, из палочек она сделана, из веточек. Поближе покажу. На батарейке. Запой продолжается. Без звёздочек. Ну, всё. Надеюсь, всех поздравил. Всем внимание уделил. Всем большое спасибо за ваше поздравление. Тоже. Очень оно уж душевное. Прямо иногда даже до слезы прошибаю. Ну, всё, девчонки. Пока-пока. Будьте просто счастливы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»